Начинаем 12 главу и будем читать с 1 по 14 стих 12 главы Евангелия от Матфея. И в общем-то этот отрывок можно назвать или объединить одним названием Иисус и Суббота. Мы будем сегодня говорить на эту тему о Субботе, о том, как Иисус относился к Субботе, что это такое. И начнем с 1 стиха 12 главы Евангелия от Матфея. В то время проходил Иисус в Субботу засеянными полями. Ученики же Его взалкали, то есть захотели кушать, и начали срывать колосья и есть. Итак, дело было в Субботу. Давайте сразу обратимся к тому, что означало для евреев Суббота. И что Бог говорит об этом дне. Первое упоминание о Субботе мы читаем в Бытие во 2 главе в 3 стихе. «И благословил Бог седьмой день и осветил его, ибо воны почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал». Здесь мы считаем, что шесть дней Бог творил. И седьмой день – это был днем покоя. Бог почил, и написано, что Он осветил этот день, то есть Он сделал его особенным или днем покоя. И сейчас мы прочитаем то, что написано уже в законе Моисея в отношении этого дня. Если мы читаем Библию по плану, то мы вчера об этом читали. Это записано в 31 главе книги «Исход», в конце главы. И мы сейчас посмотрим те заповеди, которые Господь дал израильскому народу в отношении Субботы. Начиная с 12 стиха, 31 глава книги «Исход». И сказал Господь Моисею, говоря, «Скажи сынам Израилевым так, субботы мои соблюдайте, ибо это знамение между мною и вами в роды ваши, дабы вы знали, что Я Господь, освящающий вас. И соблюдайте субботу, ибо она свята для вас. Кто осквернит ее, тот да будет предан смерти. Кто станет волную делать дело, та душа должна быть истреблена из среды народа своего. Шесть дней пусть делают дела, а в седьмой суббота покоя, посвященная Господу. Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти. И пусть хранят сыны Израилевы субботу, празднуя субботу в роды свои, как завет вечный. Это знамение между мною и сынами Израилевыми навеки, потому что в шесть дней сотрыл Господь небо и землю, а в день седьмой почил и покоился». Итак, здесь мы видим, что Господь дал Моисею очень конкретное повеление в отношении седьмого дня, субботы. Это повеление касалось того, что в седьмой день они не имели права работать, то есть они должны были посвятить этот день покою и Господу. То есть не только покою, а суббота покоя, посвящаемая Господу. То есть две вещи, чем нужно было исполнять. Во-первых, в этот день не работать, то есть специально не трудиться. И этот день также посвятить Господу. Что это означало? То есть это означало прежде всего то, что в этот день они должны были размышлять, читать, молиться, то есть обращать свое сердце и свой взор к Господу. Господь сделал это, конечно же, специально. Специально с той точки зрения, чтобы это помогло людям в форме закона остановиться в суете дней своих, в суете трудов своих, для того, чтобы отдохнуть и обратиться к Господу, чтобы не забыть Господа. Это своего рода такое напоминание в форме закона, которое было дано израильскому народу, чтобы они не забыли о Господе, чтобы они помнили о Нем, чтобы они обращались к Нему, чтобы они изучали закон Его, чтобы они молились Ему. И это то, что способствовало, безусловно, тому, чтобы люди не забыли Господа, чтобы обращались к Нему. И этот день был особенным днем, когда им нельзя было работать, день покоя, день отдыха. И мы видим в этом, или по крайней мере, мы можем замечать в этом не только такое духовное преимущество или духовное благословение, но также можно в этом заметить в какой-то степени даже благословение физическое, в том смысле, что Бог также позаботился о том, чтобы человек, загруженный трудами, заботами и делами на этой земле, мог хотя бы один день, неделю просто остановиться и дать покой не только душе, но и плоти своей. Это хорошо для здоровья, это полезно, это в какой-то степени снимает это напряжение шести дней труда. Поэтому в этом есть, конечно, божественная мудрость, и эта мудрость прежде всего связана с том, чтобы народ не забыл Бога, и чтобы дать также народу отдохнуть от всех тех физических дел и забот, которые были у них на протяжении шести дней. Но дело в том, что на протяжении веков раввины различного толка или рода, различных школ, они настолько приумножили или настолько развили вот это понимание субботы, и сделали столько много правил, что вот это первоначальное понимание субботы, которое было дано, оно было извращено. И по сути, тот день, который должен был стать днем покоя, днем отдыха, днем, когда человек обращается к Богу, отдыхает от всех дел своих, по сути, этот день стал обузой и бременем. Шаг лево, шаг право, и уже была проблема. По крайней мере, за века было написано примерно 45 глав, которые регламентировали поведение человека в субботу, то есть, что он может делать и что он не может делать. И по сути, первоначальная задумка, которая была у Господа в отношении этого дня, она была извращена. И многочисленные постановления, законы и толкования этого дня, они привели к тому, что, в общем-то, суббота стала не временем покоя, отдыха, а временем бремени. Трудным днем, который сложно было исполнить этот день, сложно было жить в этот день, потому что было много правил, которые нужно было неукоснительно соблюдать, и ошибка в каком-то из этих правил приводила к тому, что человек как бы нарушал субботу или нарушал день покоя. И я думаю, что мне следует привести некоторые примеры для того, чтобы нам немножко понять, что это означало, и что это за правила, которые были наложены, и их было великое множество. Я прочитал интересную историю, например, связанную с войной, когда генерал, римский генерал Помпей, он осаждал Иерусалим. И в деле они оборонялись. Об этом пишет историк Иосиф Лави, который жил в первом веке. И вот их мышление и понимание субботы, по крайней мере, на то время. То есть они считали, что они имеют право в субботу обороняться, когда на них нападают или когда их хотят убить. Хотя это не все считали, потому что в маковинских книгах мы считаем, что Толомех, когда воевал и подавлял восстание иудеи, то примерно тысячу человек убили, потому что в субботу они отказали защищаться. То есть они воевали шесть дней в неделю, в субботу отказали их и просто пришли, всех перебили, и никто даже не оказал никакого сопротивления. Но вот то, что было связано, например, с Помпеем, римским генералом, он проявил хитрость. То есть он действовал по обычной стратегии, которую использовала римская армия для завоевания городов. Они обычно строили высокий вал перед стенами города, и с этого вала начинали обстреливать различного рода орудиями, которые были в то время. Метали там камни, метали там какие-то зажигательные, такие самодельные бомбы. И Помпей делал таким образом. Он строил этот вал только в субботу, перед стенами Иерусалима. И евреи думали так. Мы имеем право защищаться и обороняться, когда они на нас нападают. Но так как они на нас не нападают, а просто строят вал, то мы не имеем права защищаться. И естественно, они по субботам строили, 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 потом построили. Никто им не мешал в этом. И завоевали этот город. Иерусалим пала. То есть, вот один из примеров, который показывает, что это как-то выглядит не очень правильно. Как-то неудобно, разумительно. Как бы не совсем то. И все это понимали, которые там были в Иерусалиме, что все это кончится трагедией. Но тем не менее, у них были правила, которые они неукоснительно соблюдали. Мы имеем право обороняться, когда на нас нападают. Когда на нас не нападают, мы не имеем права ничего делать. Если это суббота. Мы должны быть в покое. И римляне поняли это. И в общем-то, с легкостью смогли завоевать Иерусалим. Потому что построили по субботам этот вал. Начали обстреливать город. И в конце концов, город пал. И сейчас почитаю вам некоторые правила, которые я выписал, для того, чтобы вы немножко поняли то, о чем мы будем говорить дальше. Потому что мы с вами будем говорить о том, как Иисус относился к субботе. И мы видим, что то, как Он относился к субботе, вызвало у идеев, особенно у книжков и ворусеев, шквал критики и ненависти. Это то, что было одним из основных обвинений в адрес Иисуса в том, что Он не Божий человек. В том, что Он не от Бога. В том, что Он одержим бесами, потому что Он не хранит с их точки зрения субботу. Итак, давайте посмотрим на эти правила. По крайней мере, некоторые из них. Их так много, но некоторые мы прочитаем. Только один раздел Талмуда, главного собрания еврейских традиций, содержит 24 главы. Только в Талмуде 24 главы, в которых перечислены законы субботия. Один закон устанавливал, что удаляться от дома можно было только на расстоянии приблизительно 900 метров. Однако, существовали различные исключения. Если вы клали еду в пределах 900 метров от вашего дома, то вы могли пойти туда и есть ее. И так как еда считалась продолжением дома, вы могли продолжать идти еще 900 метров от места, где находилась ваша еда. Вот представьте себе, вот такие вот очень странные законы, правда? Если через прилегающую улицу или переулок была переброшена веревка, то переулок и здания на противоположной стороне могли считаться частью вашего дома. Некоторые предметы можно было переносить только в определенное место, другие можно было из общественного места переносить частное помещение и наоборот. А третье можно было брать в любое место и класть на свободное по закону место, но родины не могли прийти к согласию в том, что означало слово «любое» и «свободное». Если груз весил в два раза меньше, он мог переносить его дважды. Однако ограничения в пище были одним из самых подробных и пространных. Нельзя было есть ничего, что было больше оливки. И даже если вы попробовали половину оливки и обнаружили, что она гнилая, выплюнув ее, считалось, что вы съели половину дозволенного. Было запрещено подбрасывать предмет одной рукой и ловить его другой. Если суббота наступала до того, как вы поднесли руку с едой ко рту, то еду нужно было бросить, иначе вы оказались бы виновны в ношении груза. Портные в субботу не носили с собой иголку, потому что боялись впасть в искушение починить одежду и таким образом выполнить работу. Нельзя было ничего покупать или продавать, нельзя было красить или стирать одежду, нельзя было открывать письмо даже рукой язычника. Нельзя было зажигать или гасить огонь, даже если была лампа, хотя уже горящим огнем можно было пользоваться в определенных пределах. По причине некоторые ортодоксальные евреи сегодня используют автоматические меры для включения в своих домах света задолго до начала субботы. Нельзя было двигать стулья, потому что потянув их, можно было сделать борозду. Женщина не должна была смотреть на себя в зеркало, иначе, увидев седой волос, она попыталась бы его вырвать. Нести разрешалось ровно столько чернил, сколько хватало бы для написания двух букв алфавита. Запрещалось носить даже искусственные зубы, потому что они превышали установленный лимит для поднимания тяжести. Не кажется ли вам, что это немножко странное, правда? Такие постановления, и все это расписывалось. И представьте, все это нужно было исполнять. Бог дал день покоя, день отдыха, и эти сотни различных родов правил, они учили тому, что можно, что нельзя. Нельзя. Выучить эти правила уже нужно было много усилий, а чтобы соблюдать эти правила, нужно было еще больше усилий. Из-за пустяковых ограничений, возведенных в правила, еврей в субботу не мог сорвать для еды даже горсть зерна, если только он не голодал, что зачастую трудно было определить, и что было бы причиной серьезных разногласий. Если человек заболел в субботу, его лечили лишь так, чтобы он не умер. Лечение, которое приводило к улучшению состояния, объявлялось работой, и поэтому запрещалось. Определить, сколько еды, медикаментов или перевязок необходимо, чтобы поддержать человеческую жизнь, и не больше само по себе было невыносимым временем. Помимо всего прочего, в субботу евреям было запрещено шить, пахать, жать, молоть, молотить, вязать, напы, веять, просеивать, красить, прять, стричь, ну и так дальше, и дальше. Суббота была чем угодно, только не отдыхом. Она стала бременем гнетущего разочарования и тревоги. Людям до смерти надоела эта система, навязанная нечестивыми мирскими законниками и людьми, которые, или люди действительно были труждающимися и обремененными. Вот примерно некоторые из тех правил, которые я вам зачитал, но, как мы уже почитали, например, в Талмуде было 24 главы, не знаю, сколько стихов или слов в этой главе, но 24 главы, это достаточно много. Это почти Евангелие от Матфея. Евангелие от Матфея 28 глав. И все эти правила, подобно этим, они описывали то, что можно делать в субботу, и то, что нельзя делать в субботу. Поэтому, безусловно, суббота в какой-то степени стал вот таким тяжелым днем бремени, когда люди просто должны были каждый шаг или каждое движение делать осмысленно, осознанно, думая о том, нарушаю я этим шагом субботу или не нарушаю, согрешаю я или не согрешаю. И вот мы прочитали первый стих. В то время проходил Иисус в субботу с засеянными полями. Ученики же Его взалкали и начали срывать колости и есть. Итак, мы видим, что Иисус проходил в субботу вместе с учениками с засеянными полями. Мы представляем, кто вырос в деревне, в то время не так много было таких достаточно широких дорог, в основном были тропинки. Это, по всей видимости, была обычная тропинка между межами полей, где они проходили. Поля были засеяны пшеницей. И мы видим, что Иисус в субботу, Он шел вместе с учениками через эти поля. По сути своей, в какой-то степени уже это было нарушением закона, если только этот путь не занимал больше, чем 900 метров. Тогда это считалось законным и и дозволялось. Мы не знаем, сколько и шел Иисус, но Он шел вместе с учениками в день субботний, за сейными полями в субботу. И вот ученики Его начали срывать колоссия и есть. Само по себе, то, что они это делали, не было каким-то грехом. Это было в какой-то степени дозволено или даже описано в законе. Например, мы читаем об этом Священном Писании. «Когда придешь на жатву ближнего твоего, срывай колоссия твои руками твоими, но серпа не заноси на жатву ближнего твоего». То есть мы видим, что закон разрешал, когда люди путешествовали или шли, они не имели права брать серп и сжать, потому что это было уже воровство. Но по закону они имели право, это было нормально, не считалось воровством, если они брали зерно, терли его и ели, если они были голодными. То есть это допускалось. И вот нечто подобное делали ученики нашего Господа Иисуса Христа. Они начали брать колоссия, или брать эти колоссия, растирать и есть. По сути своей, то, что они делали, оно не было грехом, то есть допускалось. Но книжники и фарисеи, опять же, имели определенное правило. То есть они считали, что когда в субботу срывают колоссия, то есть если человек голодный, он может как бы это делать, но когда они терут их в руках, то это молодьба. И это уже работа. То есть это уже грех. И это уже нельзя делать. И по сути мы видим, что с точки зрения книжников и фарисеев, их закона, их правил, которые они нагромоздили на Слово Божие, ученики Иисуса Христа, они согрешили. В данном случае они не обвиняют их в том, что они просто шли или там превысили лимит того, сколько они должны проходить в субботу, но в том, что они рвали колости и ели, то есть занимались молодьбой, работали то, что являлось грехом. Фарисеи, увидев это, сказали ему, вот ученики твои делают, чего не должно делать в субботу. То есть это обвинение, которое они предъявляли прежде всего Иисусу как раввину, как учителю, потому что Он не остановил учеников, не запретил, а позволил им это делать. Другой вопрос у меня возник, не знаю, как у вас. А что там делали фарисеи вообще? Понятно, Иисус в субботу с учениками шел через осеянные поля, ученики проголодались, они понимали, что не имеют права, если голодные, сорвать колосья и съесть их. Иисус им не запрещал это делать, они это сделали, и тут же фарисеи, тут как тут, буквально создается такое представление, что вот они прямо там с этой пшеницы встают, «Здравствуйте, вы почему закон нарушаете? Вы почему не соблюдаете покой субботы? Почему вы занимаетесь молодьбой, когда это не должно делать субботу?» То есть сразу нашлись обвинители. Конечно, я даже посмотрел толкование по этому вопросу, никто не знает, никто не может объяснить, откуда они взялись, откуда они пришли. Наверное, самим логичным ответом, это было то, что, наверное, они шли как-то, были вместе с ними, в какой-то степени, как блюстители закона, как ревнители закона, они постоянно, так скажем, следовали также за Иисусом в числе учеников для того, чтобы просто искать то, что Он делает неправильно, или то, в чем можно Его обвинить. И в данном случае в адрес нашего Господа прозвучало обвинение в том, что Он не соблюдает закон субботы, что Он, Его ученики согрешили тем, что они начали срывать колосся, растирать и есть их. И Иисусу был задан вопрос, это не просто вопрос, это обвинение в Его адрес. И дальше Господь, Он отвечает на обвинение, которое было выдвинуто в отношении Его. И то, что мы будем читать, и о чем будем говорить дальше, Господь, Он объясняет, или дает три важных принципа в отношении субботы. Итак, первый важный принцип, третий и четвертый стих. Он же сказал им, «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взолкал сам и бывшие с ним, как он вошел в дом Божий и ел хлебы, предложения которых не должно было есть ни ему, ни бывшим с ним, а только одним священникам?» То есть, здесь Иисус приводит пример, связанный с Давидом, который вынужден был убегать от Савла, который хотел убить его. Он был вместе с своими друзьями или соратниками, которые были с ним. Они пришли в священнический город Номфу. И в этом городе Давид обратился к Авимелеху, священнику, и попросил его, чтобы он дал им кушать, потому что они были голодны, и припасов с ними не было. И этот священник сказал, что у нас нет сейчас еды, есть только 12 хлебов, которые они забрали из скини, которые там находились, но эти хлебы могли есть только священники. Каждую субботу в скини ложили 12 свежих хлебов, и через неделю их забирали. И по закону эти 12 хлебов, которые символизировали 12 колен Израиля, могли кушать только священники. И в данном случае мы видим, что Авимелех дал эти 12 хлебов Давиду и его спутникам, и Бог не запретил, или Бог не осудил их, или Бог не наказал их. То есть, первый принцип, который Иисус показал в отношении субботы, что суббота не запрещает, чтобы мы удовлетворяли свои естественные нужды. В данном случае в вопросе даже питания. Если идти дальше, в вопросе того, чтобы зажигать свет, или выключать свет, делать какие-то естественные вещи, которые необходимо делать. Я, насколько я знаю, уж прошу прощения, может быть, это не совсем хорошо будет звучать, но, насколько я знаю, это точно так и есть, что сегодня те же самые ортодоксальные иудеи, они даже считают за работу, чтобы нажать на кнопку унитаза в субботу. И все это оставляют до следующего дня. То есть, это все вещи с тех еще времен. И Господь показал, что естественные нужды мы можем восполнять день субботний. То есть, это не будет грехом или нарушением субботы. И в данном случае он приводит вот этот пример, когда Давид, будучи голодным, вместе с своими спутниками, когда не было другой еды, то им священник дал еду, которую по закону должны были есть только священники. И Бог не осудил его за это, потому что действительно была нужда. Действительно они были голодные. Действительно не было другой еды. Была только эта еда. И для удовлетворения их голода, эта еда была им данной. Бог не осудил. Наверное, если бы эти хлебы просто раздавали обычным людям просто так, то это было бы неправильно. Но в определенных случаях, когда действительно была нужда, и не было другого хлеба, и когда этот хлеб был отдан людям, которые по закону не должны были есть, а только священники, то Бог не осудил. Поэтому первый принцип, о котором Иисус говорит, что суббота – это не тот день, когда нельзя удовлетворять естественные нужды. Это день покоя. Это день, когда мы не планируем никакой работы, не делаем никакой работы. Но если возникают какие-то естественные нужды, чтобы включить свет, выключить свет, то это естественно то, что мы можем удовлетворять или кушать. То есть это нормально и не считается нарушением субботы. Но для книжников и фарисеев и тех правил, которые были ими написаны, это было нарушением субботы. Господь Иисус, Он пришел в этот мир, чтобы не нарушить закон, а исполнить закон. Он пришел и Он совершенно исполнил закон, закон Божий, но Он никогда не исполнял какие-то человеческие религиозные традиции, которые не имели ничего общего с Словом Божиим или с Писанием. Он игнорировал этим. И, конечно же, тем самым Он показал и пример, в том числе и нам сегодня, чтобы мы, делая что-то, соблюдая что-то, могли знать, что это действительно из Писания, что это действительно то, о чем Бог говорит. Потому что в современном христианстве мы заходим уже за рамки какой-то конфессиональной принадлежности, мы видим, что люди исполняют великое множество различного рода правил и постановлений, и в лучшем случае эти правила и постановления, они не противоречат Писанию. В лучшем. Но в худшем случае, а так тоже бывают, эти правила, эти постановления, эти законы, эти традиции даже противоречат Писанию. Тем не менее, люди соблюдают их. И Господь показал нам, в том числе, и в этой истории с субботой, что нам нужно держаться в Божьего Слово. Нам нужно просто бросить шелуху каких-то религиозных преданий, традиций и законов, которые не имеют ничего общего с Божьим Словом, и не делать это, не исполнять это, потому что мало того, что это не принесет никакой пользы, это даже вред принесет. Итак, первый принцип Иисус называет, что суббота не запрещает удовлетворять естественные нужды человека. И это не является грехом, то, что Его ученики растеряли зерна, и еле это не считается работой, а удовлетворением естественных нужд человека, которые также существуют и в день субботы. Следующее, то, о чем говорит Иисус. Или не читали ли вы в законе? Надо сказать, что эти слова, конечно, оббежали фарисеев, потому что они считали, по крайней мере, себя блюстителями закона, знатоками закона. А Иисус здесь говорит таким образом, или показывает, что они не знают на самом деле, что они не знатоки закона, что они даже заблуждаются. Или не читали ли вы в законе, что в субботы священники в храме нарушают субботу, однако невиновны. Но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. Второе, о чем говорит Иисус в отношении субботы, Он приводит пример служения священников. Итак, священники в субботу выполняли работы в храме в два раза больше, чем обычные дни. Это было связано с тем, что нужно было больше жертв приносить. Приносить жертвы, это значит убивать животное, сдирать шкуру, то есть возжигать огонь, то есть совершать все эти необходимые действия в отношении жертвоприношения. И, конечно, это была работа. Это был определенный труд, который они выполняли. И в данном случае ни один книжник или фарисей, ни кто-либо другой не мог обвинить священников в том, что когда они это делают, то они нарушают субботу. Потому что они работают, они животных убивают, они шкуры сдирают, они совершают воскурение, они приносят эти жертвы. То есть это определенная работа, но никто не обвинял их в этом. То, что они, делая это в субботу, нарушая субботу, это было само собой разумеющимся. И второй принцип в отношении субботы, Господь говорит здесь, что суббота не ограничивает служение Богу. То есть если это суббота, то это не дает никакого ограничения в том, чтобы человек в этот день мог, находясь в покое, служить Богу или делать что-то для Бога. Ради Бога. Следующий принцип, который называют Иисус. Хочу остановиться. Здесь Иисус также сказал о себе, но говорю вам, что здесь тот, кто больше храма. То есть периодически Иисус уже говорит о себе, как о Мессии, как о Господе. И, конечно же, вот это выражение, которое сказал Иисус о том, что Он тот, кто больше храма, это наверняка повергло в шок. И в какой-то степени эти люди, которые обвиняли Иисуса, фарисеи, они были в состоянии такого остолбенения, потому что понимание, кто больше храма, это только тот, кто находится в храме, и тот, кто приходит к храму, то есть Бог. И по сути своей, здесь Иисус говорит о себе, что Он есть тот, который больше храма, то есть Он есть Бог. И на самом деле, Он действительно воплощение Бога, Слово Божие, которое стало плотью и пришло в этот мир полной благодати и истины. И следующее, что Он говорит, в седьмом стихе, «Если бы мы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных, ибо Сын Человеческий есть Господин и Субботы». То есть здесь Иисус говорит о третьем принципе, очень важном принципе, что Суббота не запрещает делать дела милосердия. То есть Суббота – это тот день, когда человек может сделать что-то хорошее. И в данном случае он приводит изречение пророка Осии, который говорит о том, что для Господа более важны проявления милости, нежели жертвы. Что Богу важно, чтобы Его народ был похож на Его, потому что Бог милосердный, Бог проявляет милость, и чтобы Его народ также проявлял милость. Вот эти важные принципы Иисус сказал в отношении Субботы, что Суббота не запрещает удовлетворять естественные нужды, что в Субботу мы должны служить Богу, и что в Субботу мы также можем совершать определенные дела милосердия. И таким образом Господь, Он отверг вот эти обвинения книжников и фарисеев в отношении того, что Он нарушал Субботу. Он отверг не само Субботу или этот день, который установил Господь, а их правила и постановления, которые были нагромождены на этот день, и по сути своей, этот день превратился в день трудный для исполнения из-за многочисленных правил. И то, что важно для нас теперь, мы читаем об этом, понимая, что это было в Ветхом Завете, что это было дано израильскому народу исполнение этого дня, субботы. Что же касается Нового Завета? Потому что, когда Иисус исполнял закон, то время, когда Он был на земле, Новый Завет еще был не установлен. Он должен был исполнить весь закон. И как исполнивший закон, Он умер за грехи всех людей, взял на себя все наши грехи. И затем установил Новый Завет крови своей. И для нас важно очень понимать то, что сегодня мы думаем или что нам нужно делать в отношении субботы. И дело в том, что в Новом Завете мы не видим ни одной заповеди или какого-то постановления, которое бы обязывало нас уже в Новом Завете исполнять этот день или почитать этот день, как это было в Ветхом Завете. Например, когда мы читаем 15 главу Деяния Апостолов, это Первый Собор Вселенской Церкви. Церковь тогда еще была немногочисленная, не так много было церквей, но существовала одна проблема исполнения закона Моисеева язычниками. То есть многие из неевреев обращались к Богу, становились верующими, и в церкви возникли эти споры и разногласия. Должны ли обратившиеся язычники так же, как и евреи, исполнять закон? Обрезваться, ту же субботу хранить или другие какие-то нормы закона исполнять. И на этом Соборе был Павел, был Петр, был Иаков, брат Господень. Этот Собор вынес одно постановление, очень короткое. В этом постановлении звучали такие четыре наставления в отношении уверовавших язычников. Первое, должны не прикасаться к идоложертвенному. Второе, не должны есть крови, удавлены. Третье, и четвертое, не делай другим то, чего не хотите себе. То есть вот такие простые правила, которые были даны первоначально, в самом начале, и ничего не сказано о субботе. Далее, апостол Павел уже больше развивает эту тему своих посланий, потому что этот вопрос, он возникал, этот вопрос существовал, и периодически верующие задавали этот вопрос, а что насчет субботы, а как мы должны относиться к субботу, должны мы и исполнять, или мы не должны исполнять, или Новый Завет, он как бы полностью эту заповедь уже аннулировал, потому что наступило новое время. И вот будем читать в постановлении к Кримлинам, 14 глава, 5 стих, здесь апостол пишет так, «Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне ровно, всякий поступай по удостоверению своего ума». И 6 стих, «Кто различает дней, для Господа различает, а кто не различает дней, для Господа не различает, кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога, а кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога». То есть апостол Павел здесь выводит такое правило статуса «кво», то есть «кто хочет, пусть различает, кто хочет, пусть не различает». В данном случае апостол Павел говорит, что в этом вы свободны, то есть это не является обязательным для исполнения. Но Колоссянам 2,16 он продолжает на эту тему говорит, «Итак, никто не осуждает вас, да не осуждает вас за пищу, или питье, или какой-то праздник, или новомесячье, или субботу». В данном стихе он говорит, чтобы никто не осуждал за наблюдение вот этих времен различного рода и праздников, связанных с временами, в том числе он здесь говорит и о субботе. То есть, по сути, мы видим, что в Новом Завете как бы нет этой заповеди, так как это было в Ветхом Завете, в том, чтобы суббота исполнялась. То есть, дана определенная свобода. И Павел говорит, не осуждайте, если кто-то не исполняет субботу. Но мы видим также, интересно, то, что Господь о седьмом дне говорил еще в бытие, до того, как был закон. Когда Господь сотворил небо и землю, Он успокоился от дел своих, и осветил седьмой день как покой. И, конечно же, для нас важно понимать, что для нас нужен этот седьмой день. Нам он необходим не с точки зрения того, что закон об этом говорит, потому что закон или Новый Завет об этом не говорит, но с той точки зрения, что нам необходима день покоя, чтобы наша душа успокоилась, чтобы наша плоть успокоилась. И мы видим, что изначально в церкви, в ранней церкви, вот этим днем покоя стал первый день недели, когда воскрес Господь наш. То есть, изначально, еще с начала возникновения церкви, с первого века верующие начали собираться в первый день недели, который назвали воскресенье, для того, чтобы поклоняться Богу, для того, чтобы слышать Его Слово, для того, чтобы совершать пожертвование. То есть, был назначен первый день недели. И, по сути, сегодня этот первый день недели, он стал седьмым днем недели, правда? По сути, хотя он является первым на самом деле, но для нас он седьмой день. То есть, это день, когда мы собираемся на богослужение, как сегодня, когда мы слушаем Слово Божие. И, конечно, я думаю, что вот этот принцип, который сам Бог дал еще книге Бытие, после того, как Он сотворил небо и земли, очень важные, очень мудрые. И, я думаю, что нам не нужно игнорировать этим принципом. Я понимаю, что если кто-то из нас что-то делает в субботу, он не согрешит. Мы не видим, что это будет грехом, исходя из того, что мы читаем в Новом Завете. Кто различает для Господа, различает, кто не различает для Господа, не различает. Никто не осуждает за вас за какой-то праздник или Новомесяще или субботу. Но, я думаю, что достаточно мудро, правильно будет, потому что на протяжении истории сложилось так исторически, что все-таки седьмой день или первый день или, можем говорить, как седьмое воскресенье или день воскресный, верующие отлаживали все свои дела, какие-то заботы и посвящали этот день тому, чтобы отдохать, чтобы успокоиться от всех дел своих. И, я думаю, что если мы сегодня это делаем, то это хорошо. Если мы сегодня специально не планируем каких-либо работ, связанных там, чтобы сжать или сеять, или еще что-то делать, или стирать, а просто отделить этот седьмой день для того, чтобы сходить в церковь, почитать Библию, пообщаться, может быть, с семьей больше времени провести, для того, чтобы отдохнуть и душой, и телом. Это хорошо. Я думаю, что это будет разумнее, если мы просто в воскресенье будем трудиться, как и во все другие дни недели. Это не полезно для нас, ни духовно, ни физически. Поэтому, конечно же, я призываю и себя, и вас, чтобы мы просто в воскресенье отделили от всех остальных дел, приходили в церковь, молились, читали Библию, общались в семье, имели какое-то более близкое взаимоотношение в семье, потому что по протяжению недели не всегда получается так близко, может быть, или больше, работа усталая, завтра опять на работу. И это тот принцип, который дан был еще до закона, до того, как Господь через Моисея дал этот закон израильскому народу. Шесть дней Господь сотворил небо и землю, седьмой день осветил, успокоился дел своих, отделил этот день. И я думаю, что нам будет хорошо, если мы будем, по крайней мере, стремиться к тому, чтобы в этот день не планировать каких-то больших таких дел, но осветить этот день для Господа, для того, чтобы успокоиться от всех дел своих. Пусть в этот день, если говорить более современным языком, произойдет вот это и духовное, и физическое перезагрузка нашего и внешнего, и внутреннего человека, чтобы мы не загоняли себя работами, трудами и заботами. В этот день лучше всего не думать даже о работе, размышлять о Слове Божьем, о горнем помышлять, успокоиться от всех дел своих. Это хороший, это важный принцип, который, безусловно, является актуальным и для нас сегодня. Поэтому мы с вами сегодня собрались для того, чтобы посвятить это время Господу и пребывать в общении с Ним. И это общение не должно закончиться на богослужении, мы должны продолжить это тогда, когда мы уйдем с церкви, ограничить себя от каких-то физических нагрузок или физических дел. Но если что-то не терпящее отлагательства, если водопровод прорвало, если квартиру топит, ничего страшного, не будет никакого греха, если будете это делать. Но евреи бы это не делали, потому что их нагромождение, их правило направило, их даже убивали, они не защищались. И это не то, что Бог хотел, это не тот замысел, который был у Бога в отношении субботы и соблюдения субботы. То есть человек по своей природе, он склонен тому, чтобы, так скажем, добавить тому, что Бог уже сказал. А Писание учит нас, чтобы мы ничего не добавили и ничего не отбавили, а исполнили то, что есть. Давайте посмотрим дальше. Итак, книжники и фарисеи обвинили Иисуса в том, что не соблюдает субботы или грешит тем, что позволит своим ученикам растирать или молотить с их точки зрения и кушать зерно. Иисус отверг их притязания и сказал, что Он никоим образом не нарушает субботы, а их обвинения исходят от того, что они не знают Писания, а используют в своих обвинениях свои традиции и правила, которые не имеют ничего общего со Словом Божиим. Ибо написано «Говорящий, говори, как Слово Божие». Давайте посмотрим девятый стих, потому что на этом история не заканчивается. «И отойдя оттуда, вошел Он в синагогу их». А, теперь мы видим, что они не просто гуляли, не просто дышали свежим воздухом день субботний, не просто ходили, наслаждаясь природой, они шли в синагогу. Они шли на богослужение. Это было нормально. А что, если бы синагога находилась не за 900 метров от дома, а за километр? Можно ли было нарушать закон книжника Пировинов? Или нужно было в пятницу еду положить на отметке 900 метров для того, чтобы это считалось частью твоего дома? И потом в субботу, дойдя, так скажем, съесть там полсмоквы и продолжить еще 900 метров. Все это вещи недостаточно неразумные, неправильные. И вот он входит в синагогу. И вот там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы обвинить его, можно ли исцелять субботу? То есть фарисеет тут же, рядом, это специально, возможно, даже спланированная такая акция. был человек, у которого была сухая рука. И фарисеи задают ему вопрос, провокационный вопрос. Итак, можно ли исцелять субботу? Дело в том, что в субботу можно было оказывать медицинскую помощь, как я уже говорил раньше, только для того, чтобы не умер человек. То есть, к примеру, если у человека там кровотечение, какой-то порез серьезный, ему можно было наложить повязку, но нельзя было наложить мазь, потому что это бы считалось работой. Но повязку, чтобы он нестек кровью и не умер, можно было наложить, но мазь наложить нельзя было. И поэтому, когда они показали ему этого человека с сухой рукой, то они понимали, что этого человека можно и завтра исцелить, потому что он не умрет. но если его сейчас исцелять, то с их точки зрения это уже будет работой. Потому что этот человек не умирает, а в субботу по их правилам можно было помогать человеку только тогда, когда он умирает. Но когда он болен и не умирает, ему нельзя было помогать. То есть, нельзя было оказывать никакой медицинской помощи. Иначе это было бы уже работой. И, конечно, когда они показали этого человека сухой рукой, конечно, не хотели спровоцировать Иисуса, и они понимали, что если он исцелит, то значит он не от Бога, потому что нарушает закон субботы. Этот человек не при смерти, этот человек не умирает, он доживет до следующего дня, а в следующий день можно его исцелять, это не будет грехом. Но в субботу его нельзя исцелять, потому что он не умирает, он стоит. Рука сухая, ну ничего страшного, это не приведет смерти его, по крайней мере в этот день. Но мы видим, что делает Иисус. Он задает им встречный вопрос, он же сказал им, кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в яму, не возьмет ее и не вытащит. То есть Иисус понимал, о чем речь, он хорошо знал, о чем идет речь, что они провоцируют его, чтобы он исцелил этого человека и затем обвинить его в том, что он нарушает субботу, а если он нарушает закон субботы, значит он не от Бога, он же Мессия, лже Христос, он самозванец, он одержимый бесами, и такого человека нужно убить, он не имеет права для жизни, жить на этой земле. Это серьезное обвинение. Иисус задает им простой вопрос в отношении их овец. Если ваша овца упадет в яму, не возьмет ли ее, не возьмет ли кто-нибудь из вас ее и не вытащит? То есть по сути для всех было понятно, что ни один фарисей не скажет, что овца в глазах Божьих ценнее, чем человек. Человек создан по образу и подобию Божию, а овца создана как овца. И поэтому, естественно, никто не мог сказать это, но по всей видимости, опять же, вот здесь есть определенная тайна. И тайна заключается в том, что когда Иисус сказал эти слова, то возможно у них было какое-то правило для овец, для животных, которым можно помочь в день субботний, если с ними случилась какая-то беда. И упала, например, в яму. Ну и кто то, что не знает, было ли такое правило на самом деле, но если Иисус говорил, что они это делают, то или было такое правило, разрешающее им, либо просто это показывало их лицемерие, что на виду при людях они вот такие набожные, правильные, все делают правильно, по пунктам, по парадку, а если их никто не видит, и вдруг его овца в субботу упала где-то в яму, то он оглянулся, по сторонам посмотрел, вытащил эту овцу, и все нормально, не знаю, какое оттолкование из двух будет более правильно, было ли правило у них специальное, либо просто они проявляли такое лицемерие, скорее всего, я думаю, что они проявляли это лицемерие, и на самом деле, когда никто не видел, они нарушали, и если это касалось их имущества, и погибало их овца, то по крайней мере большинство из них, возможно не все, но все-таки оказывали помощь, и Иисус говорит, сколько же человек лучше овцы, и так можно в субботы делать добро, тогда говорит человеку тому, протяни руку твою, и он протянул, и стала она здорова, как другая, то есть произошло чудо, я вам скажу, это не просто чудо, это чудо творения, человек с сухой рукой, высохшей рукой, на глазах людей прямо в одно мгновение получает исцеление, его рука становится здоровой, и вы знаете, что это не произвело какое-то впечатление на людей, хотя я думаю, это должно было впечатлеть, то, чем они были озабочены, и то, на что они, прежде всего, обратили внимание, не на то, что человек исцелился, а на то, что в субботу была произведена работа, что Иисус по их понятию не исполнил закон субботы, а сделал труд, исцелив этого человека. Конечно, мы понимаем, что они зашли очень далеко в своих традициях, в своих преданиях, и Иисус нисколько не боялся, не смущался делать то, что было правильно, даже если это не было в угоду книжникам и фарисеям. Он пример нам в том, что Он исполнял волю Отца Небесного совершенно, не обращая, по крайней мере, внимания на то, согласятся с этим люди, не согласятся, понравится им, не понравится, то есть, Он был бескомпромиссным в отношении того, чтобы делать то, что правильно. И если люди считали, что это неправильно, Он не останавливался в угоду людям, а продолжал делать то, что было правильным. И в данном случае Он исцелил этого человека, хотя и понимал, что это вот тот переломный момент, когда с этого момента будут искать, чтобы убить его. Это действительно стал тем переломным моментом, и мы читаем об этом 14 стихе, фарисеи же, выйдя, имели совещание против него, как бы погубить его. То есть, это тот переломный момент, когда они решили, что его надо убить, он не должен жить. И с этого времени они начали искать различного рода комбинации или составлять различные планы, как это лучше сделать, потому что все-таки часть народа его поддерживала, было за него. И смотрите, что подтолкнуло их к этой мысли, к этой идее убить Иисуса. То, что Он исцелил человека в субботу. То, что Он делал в субботу те вещи, которые Слово Божие не запрещало делать. Мы видим здесь вот этот пример, насколько человек, религиозный человек может извратить Слово Божие. Насколько он может его переделать своими заповедями и традициями и сделать это Слово, которое, Божье, и сделать Слово Божие недейственным в жизни людей, заменив это Слово своими традициями и преданиями. Иисус пришел чтобы исполнить закон. Он исполнил закон и они обвинили его в том, что Он нарушил его и хотели убить и убили его, потому что, по их мнению, Он нарушил закон. Но Иисус не нарушил Божий закон, Он нарушил их религиозный человеческий закон преданий и традиций. И Он чистый агнец Божий, безгрешный. И воскресение Иисуса Христа из мертвых является свидетельством Отца Небесного, что жертва пронесенная им была принята, потому что Он действительно безгрешен. Иисус прав был во всем. Он не ошибался ни в чем. Тем не менее, мы видим, что эти люди, они ненавидели Его и хотели убить Его, совещались против Него. Да поможет нам Господь, чтобы мы сегодня в нашем хождении, в нашей жизни могли жить по Слову Божьему. А не по ложным каким-то заповедям и традициям человеческим, которые имеют какую-то религиозную форму или характер, но по сути своей не имеют ничего общего с Священным Писанием. Узнав, Иисус удалился оттуда. Его время еще не пришло. Он знал, что это произойдет, что это случится. Ради этого Он и пришел на эту землю, но это еще не был тот момент, когда ему нужно было входить на Голгофу. Давайте встанем сейчас и помолимся вместе. встанем сейчас. Спасибо. 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 Субтитры создавал DimaTorzok